Теперь мы вам покажем стайка, амбар, хлев, подземный, полуподземный, бомбоубежище, нет, козлятник, вот, и скотник, место для парковки баранов. Ну, на самом деле не так много чего показать в амбаре еще в стайке, поэтому мы так по-быстрому пробежались с вами, буквально быстро пробежались, а когда уже будет стоило размещение, я все объясню именно внутреннее содержание стайки. То, что вы увидели, это то, что у нас стоят ряд столбов внешних, два ряда внутренних и ряд тоже внешних. Этот амбар углубленный почти что 2 метра в землю, с одной стороны, с другой стороны немножко меньше, да, и оно получается, что у нас будет земляная такая подушка над амбаром, то есть полностью стайка будет под землей, то есть даже вот эта часть будет потом засыпана. Это для чего делается? Прежде всего, естественно, зимой это будет теплее, намного теплее, но немаловажный фактор, что летом будет прохладно, потому что у нас самые большие удойные месяца, это июнь, июль, август, и когда, если жарко, то скот можно пасти вечером, да, чтобы они там паслись хорошо, чтобы им было не жарко, а днем, чтобы они прятались в прохладном месте, в тени, чтобы у них не потерялся удой. То есть можно, если из-за жары, можно потерять 20-30% удоя, да, и это очень важно, потому что надо портить вся твоя статистика на весь год. Поэтому мы делаем вот такой подземный амбар, чтобы таким природным образом охладить, так скажем. В больших промышленных проектах это делается все вентиляциями, холодильниками, кондиционерами, мы это делаем землей. Это намного дешевле и строить так дешевле, на самом деле, чем брусы или даже там засыпуху делать, да, и намного-намного теплее и намного-намного прохладнее. Вот, поэтому приблизительно так. Наш план, это чтобы здесь стояло 60 дойных коз и 100 ярочек, 100 ярочек производителей, да, которые будут рожать. Вот приблизительно такие у нас масштабы. Точно так же здесь, в этом стайке, будет доильная комната. Ну, о всех внутренностях стайки мы расскажем вам потом. Вот мы забрались на крышу амбара, она такая более-менее плоская крыша, да, откуда мы с Андрюхой свалились зимой. Я-то умею падать, я слепой, всю жизнь падаю. Вот, Андрей, ему что-то вот, ему плохо было. Но это потому, что я упал и поточил его за собой. Ну, ладно, это не об этом, да. Мы застелили, у нас вот, как вы видите, два ряда лаги. То есть, вот есть одни лаги, которые идут вдоль, да, другие лаги, которые идут поперек. И потом еще сверху полтинник доска накрыта, да. То есть, это все, эти все края неровные, они обрежутся. И будет баннеры, да, на углах. Потом будет армированный полиэтилен. Потом это все засыпется хотя бы 30 сантиметров, 20 сантиметров почвой. Потом еще слой полиэтилен. Потом еще сантиметров 20 почвой. Что это даст нам? Это даст нам очень хороший, ну, как сказать, природный, в рамках природного материала, да, хорошее утепление. Вот, это даст нам способность сделать зеленая крыша, которая летом, как я уже говорил, максимально прохладная. Вот такая вот приблизительно у нас дело. Я знаю, я знаю, я знаю, братья, я знаю. Сейчас пойдет комментарий. У вас все сгниет, нафиг! Я в курсе, я в курсе. Не сгниет. Давай будем делать ставки. Я уже предлагал в предыдущем видео, там, в комментариях, там, кто ставит ставки. Там, нужно какую-то биржу сделать, чтобы я хотя бы деньги на вас заработал, на ваши этих-этих. У вас все сгниет! На вас вот заработать денег, хотя бы там, там, тысячу рублей за 5 лет, за 10 лет, на что-нибудь. Потому что нормально она будет стоять. Вот, поэтому приблизительно вот так вот этот масштаб, то, что мы сделали. Сейчас будем заканчивать амбар скоро и будем приступать к закупу скота. Ну вот еще хотел показать молочный цех, да, то есть как мы строим. Даже не как мы строим, видео про это есть очень много, но именно масштабы. В каком-то комментарии в последнее видео просили показать масштаб. То есть, я не знаю, как это точно сделать на видеокамере, но вот сзади меня молочный цех, да. Корректировочка. Некоторые люди говорят, Джасос строит себе дом. Ничего подобного. У Джасоса нет столько денег. Джасос строит молочный цех и на мансарде молочного цеха небольшая квартира для своей семьи. То есть, это дом, дом-помещение будет, да. То есть, потом заработаем на дом, дай бог построим и дом. Вот, но сейчас, сейчас у нас нет этих возможностей, да. То есть, живем почему в юртах. У нас размеры здесь приблизительно 9 метров на 7. То есть, 9 метров вот так вот длиной и 7 метров шириной. Это 63 квадратных метра, да. То есть, с мансарды это будет 126 общей площади. Я там не помню, вы считали полезная площадь, там минус стены туда-сюда. Поэтому это не такая уж и огромное здание, но и не маленькое, да. То есть, но это прежде всего, это место для первичной обработки молока. Это не место, ну, как сказать, где я буду там много комнат на жилье. Вот такие вот дела. Здесь не так хорошо его видно из-за леса, потому что мы уже пошли мансарду делать, да. И поэтому леса немножко его загораживает. У нас на первом этаже молочного цеха есть две кухни отдельно друг от друга. Небольшой холодильник, который мы будем запускать с помощью моноблока. И санитарный, санитарный, то есть, ну, туалет там, где руки помыть, да. То есть, санитарный узол, да. На втором этаже будет уже более-менее место для моей семьи. В изначальном плане и в изначальном бюджете, когда мы еще смотрели на Кемерово, были деньги на и молочный цех, одноэтажный, и дом. Вот, к сожалению, поменялись планы, поменялись возможности. Вот, и пришлось, конечно, как бы попрощаться с домом. Мы его немножко съели за последний день. Поэтому последнее прощальное слово на это видео, это делай, как я говорю, не как я делаю. Я всегда в своих семинарах говорил, сначала строй поле. То есть, мудрый заботиться сначала о поле, устраивать свои дела на поле, а потом о доме. То есть, для нас поле это как раз вот производительские помещения, производство, амбар, молочный цех, такие вещи. Мы немножко сюда переехали в прошлом году, завязли в таких, которые нам казалось необходимые вещи для инфраструктуры. Но это очень сильно сказывается на плане, да. То есть, поэтому, опять же, мой совет, это минимальная-минимальная инфраструктура и сразу производство. Это очень-очень важно. Мы вроде как выживем, вроде как как бы протянем, но это чревато, да. То есть, поэтому устраивайте сначала дела на поле, стайка, амбар, да. Это прежде всего необходимый инструмент для переработка вашего продукта, прежде всего. И уже дом. Можно и прожить в юрту, если она у вас есть и что-то подобное, да. Какие-то годы, пока все остальное состраивается. Один человек мне написал в ВКонтакте недавно, говорит, что у меня есть 800 тысяч на дом и 100 тысяч на хозяйство. Можно переехать? Пойдет такой диапазон? Я говорю, скрежетай зубами, пойдет, если поменять местами. 100 тысяч на дом и 800 тысяч на производство. Поэтому приблизительно вот такие вот наши масштабы, такие вот, чем мы сейчас занимаемся. Надеюсь, что кому-то это все полезно будет. Надеюсь, что и вам это поможет в вашей поиске Господня Земля в вашей жизни.